В основе любого волонтерского движения, даже детского, лежит старый как мир принцип. Хочешь почувствовать себя человеком? Помоги другому! На сегодняшний день очень хорошо развивается такое направление, как дети-волонтеры. Волонтерство в детях развивает духовно-нравственные качества. Только совместными усилиями каждого из людей мы можем добиться больших успехов. Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Специальный репортаж». На сегодняшний день еще одной технологией эффективной социализации ребенка является волонтерство. Оно компенсирует дефициты развития, поддерживает самостоятельность и инициативу. Актуальность детского волонтерского направления в общеобразовательных учреждениях объединяет родителей, педагогов и детей, деятельность которых продиктована доброй волей. И самое главное, что по итогу оно приведет к таким результатам. К более эффективному формированию у детей милосердия, ответственности, самостоятельности и инициативы. К оптимизации детско-родительских отношений и умению работать в команде. К повышению рейтинга образовательного учреждения. Несмотря на то, что технология «Дети-волонтеры» удивительно простая в использовании, она давно входит в работу с дошкольниками и уже показала свою жизнеспособность и эффективность как активная форма общения в детской среде, при которой ребенок становится самостоятельным в выборе своих интересов. В стенах одного из детских садов города на протяжении двух лет работает творческая группа «Эколята», которая нацелена на развитие у детей чувства ответственности к живой природе. Цель нашей группы – это прививать любовь к окружающей среде, к растениям, к животным. Неделю один раз дети занимаются, то есть мы наблюдаем за деревьями зимой, кормим птиц, скворечники делаем, поливаем цветы летом, рыхлим их, сажаем деревья. Данный детский сад в прошлом году принял участие в проекте «Эко-мая школа», где завоевал первое место. Активная работа родителей и детей показывает положительные результаты. А это очень важно не только в волонтерстве, но и в воспитании дошкольников. Получили награду от отдела экологии и образования. Также мы приняли участие в акции «Эко-Асар». Там мы заняли первое место. Каждый год наш детсад участвует в экологических мероприятиях. Мы организовываем планы и сейчас работаем по этому плану. Мероприятия «Эко-мая школа» активно приняли участие родители, воспитатели и, конечно, дети. В социальные сети были выложены работы участников. Цель этого мероприятия – развить у детей любовь к природе и животному миру, уметь ухаживать и защищать нашу природу. Во всем мире практика привлечения детей в волонтерскую деятельность достаточно широко распространена. Когда дело касается подростков, спектр их деятельности, безусловно, может и должен расширяться. Это уже вполне себе взрослые люди, готовые понять и осознать, что жить можно не только для себя. Ученики школы номер 28 вот уже несколько лет занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в различных акциях и мероприятиях. В апреле 2021 года было принято участие в Республиканской экологической неделе. В нее входят конкурсы рисунков и плакатов на тему «Береги природу», конкурсы подделок и сбросового материала под названием «Второе дыхание», проекты с темой «Будущее моего города», викторины «Жить в согласии с природой», а также акция «Порядок в нашем доме». Очень много лет мы стараемся принимать участие в эко-движениях, например, проект «Моя эко-школа жизни», где ведется спор, макулатуры, пластика, крышек и бутылок регулярно. Инициаторами являются совет школы. Есть традиция у наших выпускников – посадка елочек и деревьев в школьном дворе. По этой теме есть еще одна акция, где вместе с учителями дети могут вырастить рассаду цветов в школьном дворе. Помимо этого, ежегодные акции «Помоги бездомным животным», где ведется спор продуктов питания для кошек и собак. Помощь обществу «Четыре лапы». Волонтерская работа в самом широком смысле включает в себя любую добровольную и неоплачиваемую деятельность, имеющую общественное значение. Дети, занимающиеся волонтерством, умеют договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно выражать свои чувства, стараться разрешать конфликты. Все эти качества могут проявиться у детей благодаря взрослым. Кто, если не родители и учителя, которые подскажут, помогут и на своем примере покажут, что благотворительность – это милосердие к нуждающимся людям? В 2018-2019 учебном году родительский комитет школы предложил создать такой родительский благотворительный фонд школы. Это наш благотворительный фонд «Твори добро». Это такая акция проводится, где участниками становятся практически все родители нашей школы и оказываем помощь детям, либо семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Что делается? То есть собираются одежда, продукты питания, продукты первой необходимости, покупка угля проводится, дров. Бывали такие случаи, когда нечем было топиться, дом отапливать. И все это, получается, руководится членами попечительского совета, родительским комитетом, советом отцов, матерей, бабушек. Навыки, которые получает ребенок в волонтерстве – это умение сотрудничать в совместной деятельности. Так ученики 28-й школы, начиная с начальных классов, приходят в волонтерство и помогают не только людям, но и животным, и птицам. Мы юные орнитологи. Ребята из нашей начальной школы уже много лет помогают птицам пережить трудные зимние условия. В нашем школьном дворе уже висит много кормушек, которые ребята сделали со своими родителями. Наша школьная команда юных орнитологов называется «Пернадцатый дозор». Мы учим своих сверстников беречь птиц, рассказываем, чем их лучше кормить зимой. Наши ребята развешивают кормушки не только на школьном дворе, но и возле своего дома. Любовь к родине начинается с любви к природе. Цель нашего экологического отряда – оказать посильную помощь нашим пернатым друзьям. Наш призыв, если хочешь, чтобы весной пели птицы, покорми их зимой. Волонтерам не рождаются, но каждый может им стать. Надо понимать и принимать, что волонтерство – это работа, за которую тебе не заплатят. Работа, в которую ты должен вкладывать не только силы, время, но и чувства. Это рождает в детях чувство долга и ответственности перед обществом. Волонтерство учит глубже понимать жизнь. Ученики школы номер 35 также занимаются благотворительностью. С прошлого года в школе было организовано волонтерское движение «Твори добро». Цель нашего проекта – научить детей быть милосердными, творить добро, действовать бескорыстно, на пользу и во благо другим людям. Школа – это то место, где взрослые помогают учащимся сделать свой собственный выбор. И если дети будут добры, милосердны, ответственны, то будущее нашей страны в надежных руках. В Казахстане молодежь в возрасте от 10 до 24 лет составляет почти пятую часть населения. Имея образование, навыки и возможности, эти молодые люди могут непосредственно влиять на развитие страны. Наш проект включает четыре блока. Первый блок – это милосердие, второй блок – это спорт и здоровый образ жизни, третий – это у нас творческий блок и четвертый – это экология. За каждым блоком поставлены конкретные определенные цели. Нашим волонтерским движением разработан огромный план мероприятий. Самая первая акция – это была «Неделя добра», где мы оказали помощь в виде канцелярских товаров детям из многодетных и малообеспеченных семей. Также наше волонтерское движение сотрудничает с общественным фондом нашего города «Жастар Семей». И мы организовали акцию «Доброе сердце». Принесли с ребятами в магазин игрушки и одежду нуждающимся людям. Также в нашей школе учится ребенок-инвалид. И наше волонтерское движение вышло с призывом оказать ему материальную помощь, так как он долгое время находился в реабилитационном центре города Астана. Я считаю, что эти все акции дают нам большой опыт, так как в будущем мы можем стать большими волонтерами наших городов Казахстана. У нас была проведена акция «Птичья кафе», где ребята изготовили своими руками кормушки для птиц. Весной этого года проводилась акция «Твори добро». Целью этой акции была помочь малообеспеченным семьям. 33 семьи получили продуктовые корзины. В течение года проходит акция «Чистый двор», во время которой ребята прилагают все свои усилия, чтобы очистить территорию школы. Я думаю, что благодаря этим акциям мы становимся отзывчивыми и добрыми и подаем другим людям пример. Я думаю, что добро делает человека счастливым. Не только в детских садах и школах детей приучают быть добрыми и приходить на помощь. Интересная работа в этом направлении идет и в колледжах города. Много лет студенты помогают детям с ограниченными возможностями, ветеранам труда, малообеспеченным семьям. Также студентами организовываются акции против употребления алкоголя и никотина. Помощь ветерану труда. Наши волонтеры приходили к ней домой, помогали ей по дому, по хозяйству, чинили технику, так как они были из подцифровой техники. И она была настолько тронута этим случаем, что написала благодарственное письмо на имя директора Сартаева Сартаева, Уралхана и Мангалевича. Мы это письмо до сих пор бережно храним в нашем колледже. Это помощь инвалидам и престарелым людям, то есть в возрасте воинам Отечественной войны. Также пропаганда ЗОЖ, профилактика СПИД и профилактика наркомании, алкоголизма и курения. Также была акция «Помощь другу», в которой наши студенты помогают малообеспеченным студентам, у которых недостаточно было денег, или же они из малообеспеченных семей, то есть где нет мамы или папы, а может и двоих родителей. А также акция «Ты мне сигарету, я тебе конфету». То есть поскольку наши студенты были даже этим шокированы, но эта акция начала у нас возрастать, и как бы меньше студентов стали, скажем так, пользоваться сигаретами. Счастье понимать, что в нашем мире есть люди, бескорыстно помогающие другим людям, жертвующие на это свое время, средства и силы. Особенно приятно, что сегодня дети активно участвуют в волонтерской деятельности. Детское волонтерское движение – это уникальная возможность дать детям повод для встреч, общения, дружбы, взаимопонимания, духовного обогащения. Дети мгновенно находят общий язык, обмениваются информацией, а затем поддерживают эту связь, учащись друг у друга. Сегодня волонтерское направление – это явление, которое мы по праву можем считать достойной для блага общества. Если раньше человеку, который хочет помочь, не доверяли, то сейчас мы с горлостью видим, как наряду со взрослыми подрастающее поколение занимается волонтерством, что способствует развитию целой страны. Здравствуйте, дедушка и бабушка! Вам гости мы пришли. Здравствуйте, ребята! Ой, какие хорошие у нас репетишки, да? Давайте я вам оба поднимесить сумки. Ой, спасибо вам! Дедушка, домой! Ой, хороший, хороший наш! Спасибо вам! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok